Привет, Infinix и Tecno. Две компании, активно набирающие популярность на рынке смартфонов, особенно в бюджетном сегменте. Поэтому я решил взять сразу две модели в бюджете до 20 тысяч рублей, Hot 50 от компании Infinix и Common 30s от компании Tecno, чтобы посмотреть на них поближе. Приобрести себе их или любой другой товар ты можешь по ссылке в описании. А сейчас давай посмотрим, что же в них такого интересного. Поехали! Комплектация обоих смартфонов одинаковая, только у Tecno Common 30s в комплекте 33-х ваттная зарядка и защитное стекло, а у Infinix Hot 50 зарядка на 18 ватт и защитная пленка. Корпус Hot 50 выполнен из пластика и простого закаленного стекла. На боковой рамке находятся кнопки регулировки громкости и клавиши блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Спереди под стеклом находится IPS-дисплей 6,78 дюйма на 120 Гц с разрешением Full HD+. А вот Tecno Common 30s спереди и сзади уже защищен стеклом Corning Hero Glass 5-го поколения. Ощущается очень тонким и приятно лежит в руке. Спереди под стеклом находится 6,8 дюйма AMOLED дисплей с Full HD+, разрешением и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев вскрыт под экраном в нижней части. У Infinix Hot 50 на задней панели мы видим тройной модуль камеры. Одна основная на 50 Мп с автофокусом диафрагмой 1,6 с возможностью записи видео в 2К разрешении 30 кадров в секунду и остальные, скорее всего, вспомогательные датчики света и глубины. Точной информации на официальном сайте нет. А спереди фронтальная камера на 8 Мп с диафрагмой 2,0. Блок основных камер у Tecno Common 30s выглядит внушительно. Первые два модуля это дача глубины и освещения, а основной модуль камеры на 50 Мп с диафрагмой 1,88 и оптической стабилизацией с максимальным разрешением съемки в 2К формате 30 кадров в секунду. А спереди фронтальная камера на 13 Мп с диафрагмой 2,2. И давай взглянем на то, как они снимают. Проверка камеры на Tecno Common 30s, как он снимает видео и записывает звук в 2К формате 30 кадров в секунду. Выглядит вполне неплохо. Есть небольшие засветы, но в целом то, как передает цвет и детализации достаточно. Теперь переключаемся на основную камеру. Вот так снимает Tecno Common 30s на основную камеру. 2К разрешение в 30 кадров в секунду. Вот и чувствуется, что есть оптическая стабилизация, картинка не дрожит. Вот я хожу и нет никакой дрожи. Небо показывает тоже хорошо. Сильных засветов нет, но только там, где солнце. А так в целом хорошая картинка. Все очень хорошо видно. Проверка записи видео и звука на Infinix Hot 50 на фронтальную камеру. 2К разрешение 30 кадров в секунду. Ну, по цветопередаче прям видно, что не совсем естественно все передает. по поводу засветов. Ну, чуть побольше если сравнивать с Tecno и более заметные. Ну, цифровая стабилизация справляется неплохо. Вон там дамвай проехал. Ну, тени прям как будто бы сильно выкручены. Так же, как и в общем цвета все. Вот так все выглядит. Ну, теперь посмотрим, как снимает основная камера. Вот так снимает основная камера на Infinix Hot 50. Здесь уже оптической стабилизации нет и дрожь более заметна при ходьбе. С небом в принципе неплохо. Засветы также есть, но только в той области, где находится солнце. Но цвета уже передает понасыщеннее. Не так, как они есть на самом деле. Вот. Трава сейчас не такая зеленая, как показывается на видео. Ну, в целом снимает вполне неплохо. Единственная цветопередача на любителя. Ну, и то, что нет оптической стабилизации. Конечно же, оптическая стабилизация и более естественная передача цвета в TechnoCommon 30s делает свое дело. Видео выглядит более плавно и приятно, а фотографии более естественны и лучше ощущается глубина снимков. Но и Infinix тоже делает неплохие снимки, которые получаются более теплыми и красивыми. Но это не всегда нужно. У обоих смартфонов аккумулятор на 5000 мАч, но Techno будет заряжаться быстрее благодаря 33-ваттной зарядке, в отличие от Infinix, у которого зарядный блок всего на 18 Вт. Версии смартфонов есть с разным объемом памяти. Infinix Hot 50 бывает на 128 ГБ и на 256 ГБ встроенной памяти с 6, либо с 8 ГБ оперативной памяти. Плюс имеется слот под карту памяти до 2 ТБ. TechnoCommon 30s, так же как и Infinix, есть в версиях на 128 и 256 ГБ встроенной памяти и на 6, либо 8 ГБ оперативной памяти. Но слота под карту памяти не имеет, так что советую сразу рассмотреть версию с большим объемом. В обоих моделях стоит отличный 6-нм процессор в этой ценовой категории Mediatek Helio G100, которого хватит как для повседневных задач, так и для игр. Перед тем, как покупать эти смартфоны, я бегло пробежался по характеристикам и думал, что Infinix Hot 50 в этой битве выиграет. Но в итоге отдаю свое предпочтение TechnoCommon 30s, все-таки эта модель оказалась поинтереснее. Естественно, у всех свои потребности и делают выбор каждый самостоятельно, поэтому ссылки в описании тебе в помощь. А на этом все. Отличного тебе настроения и пока-пока. Пошел.